Я приветствую вас на канале Аленин сад. Сегодня я вам покажу, какие цветы цветут в моем саду в начале марта. Сегодня 9 марта и я провожу эту съемку. Разрослись наконец-то мои первоцветы, крокусы, подснежники и мне есть чем похвастаться. Ровно год назад в продажу вышли мои первые книги «Аленин сад» и «Огород в контейнерах». С тех пор на мой канал подписалось уже более 60 тысяч человек и не все знают о том, где эти книги можно приобрести. И вы можете получить дополнительную скидку при покупке этих книг в виде кэшбэка, если будете покупать их с помощью сервиса SmartySale, сервиса умных покупок. Просто регистрируйтесь на сайте и через него выбирайте свой любимый книжный магазин, например, Book24, Litres, Labyrinth, читай город. На SmartySale высокие ставки по кэшбэку и мгновенная выплата удобным для вас способом. Ссылку на этот сервис умных покупок я оставлю в описании под видео. Обязательно туда заглядывайте. Кроме книжных магазинов, там есть еще множество других магазинов. Тот же Алиэкспресс, например. Обязательно пользуйтесь своими возможностями. Возвращайте себе кэшбэки. Ну а мы продолжаем смотреть, какой был мой сад в начале марта. И начну сегодня рассказ с этого крокуса. Это уже долгожитель в моем саду. Называется голубая жемчужина. Помните, раньше я говорила, что не понимаю, почему голубая, потому что цветы выглядели белыми. А в этом году видно, что они с голубым оттенком на внешних сторонах лепестков. Но этот оттенок, вот он виден не всегда. В пасмурную погоду совсем не видно этого голубого тона. Выглядят как белыми. Крокусы, сейчас выглянуло солнце, они раскрылись. И начали быть голубыми. Очень сильно разросся этот вид крокуса. И в этом году уже буду здесь перекапывать, обновлять эту клумбу. Потому что и Пырей сюда забрался. И Фолярис вырвался на свободу. И быстро начал здесь атаковать пространство. И Астра тоже осенняя разрослась. В общем, буду все перекапывать. Но перед этим, конечно же, нужно будет убрать этот великолепный, маленький, но такой красивенький крокус. Но у меня теперь есть калиновка. И все лишние луковицы будут расти там. Там для крокуса будет раздолье. Еще быстрее все будет размножаться и разрастаться. И на этой новой моей большой-большой клумбе выглядит все не очень хорошо. Потому что только прошлым летом начала тут ее засаживать растениями. Они все еще маленькие. Но крокусы, которые я тоже сюда высадила, только прошлым летом, они уже себя показывают неплохо. Вот такие красивые подснежники. Еще больше разрослись, еще больше распушились со времени прошлого показа. Стали еще краше. Здесь они растут в тени, поэтому будет очень долгое цветение. Не менее месяца вся эта сказка продолжается. Порой даже и дольше. И эти подснежники очень вкусно пахнут. Но очень недолго стоят сейчас они в квартире, в срезке, потому что жарко. Стали наконец-то хорошо отапливать нам квартиру в марте. И поэтому они очень быстро портятся, отцветают быстро. И здесь тоже подснежники. Там эти же самые подснежнички я уже показывала. Да, здесь я еще не доубиралась на этой клумбе. Ну, все впереди. И это красавица яснотка. Вот она такой вышла из зимы. Очень красиво. Здесь она еще и наползает на сетку, рабицу, на заборчик. Смотрите, какие трехцветные листочки. Очень красивые. Она готовится уже к весне. И вот так вот окрашивается у нее красиво очень кончики листочков. Смотрите, какая красота. И я о ней рассказывала в видео про почвопокровные растения. У меня вышло недавно видео, где я очень много о таких растениях рассказала. Обратите на них внимание, не брезгуйте ими. У меня, например, яснотка, это закрывает такой угол, где ничего расти не хочет. Где сзади у соседа там компостник. Очень много здесь было. И остается, конечно же, корневищ вьюнка полевого. И сныти. И вот эта яснотка, она забила всех. И сныть, и вьюнок. Даже чубушник там, кустик, отрастает. Даже ему она мешает. Вот только подснежники смогли пробиться. Но вот если бы здесь было уже почище, если бы я уже прибрала вот эту вот сухую растительность, то посмотрите, как хорошо бы это все смотрелось вместе. Подснежники, яснотка. Если у вас есть какой-то уголочек тенистый, с сорнячками, то используйте и подснежник, и яснотку. Потому что подснежники цветут и развиваются, когда еще сорняки спят. Яснотка вот такая вот красавица, вечно зеленая. Холодостойкая. Все тоже забивает. Одинокий подснежник на грядке вырос. Конечно, я его туда не сажала. Что? Не знаю. Ветром, мышами, моими руками его туда занесло. Такой вот одинокий, но очень красивый цветочек. Можно его отсюда пересадить. Потому что, конечно, на грядке ему тут не место. Издалека, наверное, плохо видно, но у меня уже очень много первоцветов, крокусов, которые ярко цветут. Вот, подойду, покажу поближе. Вот эту половинку я уже почистила от сухих остатков растений. И можно видеть издалека пока что тут и там яркие пятнышки. И сейчас я покажу их поближе. Подснежники, которые я высаживала, получается, год назад или уже два года назад весной, я уже не помню. Еще пока что они не набрали полную силу, но ничего не трогаем, и они разовьются. Здесь крокусы с крупными цветочками. Красивые фиолетовые крокусы. Я их отсаживала с другого места. Но это такие более тяжеловесные группа пиквик. И они довольно медленно, долго развиваются. Нужно им время. Но зато очень крупные, красивые, яркие крокусы. Здесь хочу показать люпин. И хочу показать, как происходит у него самосев. Так, только просто пока что еще не вижу. Я здесь откладывала живеть в стороночку. Проросшие уже его семена. И, видимо, куда-то я их уже закопала случайно. Так, ну вот, есть одно. А вот, ты же. Вот, смотрите, самосев. То есть, получается, сейчас третий год растения. В прошлом году, первый год оно цвело. И дало семена. И вот семена уже проросли. И здесь укореняются вокруг растений. Так что, вот еще тут уже покрупнее. Уже такой хорошенький сеянец. Что люпин отлично размножается. Легко и просто. И здесь снова крокусы. Которые я рассадила в прошлом году. Мой любимый сорт, вид крокуса даже. Вот он отлично растет, отлично разрастается, принимается и цветет самым-самым первым. А эти подснежники, которые весь февраль уже цвели, они уже заканчивают свой. Путь уже отцветает. Лепестки начали вять. И вот после того, как отцветут крокусы, начнут цвести вот эти примулы. Целая полянка будет разноцветных примул. Рассадила я их тоже в прошлом году. Здесь уже просыпается разбитое сердце тоже. В общем, красота начинается неимоверная. А здесь флоксы отлично растут. Удивительно, что они гораздо крупнее, чем у дедушки там в Калиновке. Только-только просыпаются крокусы. А у меня такие уже очень крупные. И я поняла, что я их неправильно посадила. Здесь мы ждем белые мускари. И крокусы тоже какие-то посадила я, видимо, в прошлой осенью. Я уже не помню. Но это что-то новенькое будет. Мускарики пробиваются тоже. Нарциссы там в другом месте. И здесь вот эта великолепная поляночка из фиолетовых и желтых крокусов. Солнышко спрятало, все цветочки закрылись. К сожалению, я не успела их заснять. Когда я пришла, только они были освещены. Это было очень красиво. Но и так тоже сойдет. Красиво, хорошо. Здесь тоже очень крупноцветковый крокус. Но я убирала сухие листья. Манжетка здесь. И ирис сибирский. И, конечно же, подпортила я эту красоту. Поломала бутончики. Ну ничего. Главное, что я вижу, что очень хорошо разрослась эта куртинка с этим крокусом. И порадует меня она на следующий год. Ну и здесь еще не все зацвели растения. Вот такой красивенный, красивенный, крупный, красивый крокус. А здесь рядом я вижу пушкиния просыпается. Тоже начинает зацветать. Не очень-то она, конечно, разрослась. Но это ничего. Потому что хорошо, что она вообще жива. Что почему-то пушкиния у меня гибнет в саду. Тут вот какие-то семена прорастают. Возможно, даже это именно пушкиния. Это видно, что это что-то луковое. Или это крокусы сюда прилетели. Или это пушкиния здесь размножается. Вот здесь еще ее семяночки. А может и мускарики. Вот они рядом. Мускарики такого типа. А вот тут еще немножко другого. У которого листья осенью отрастают. И вот там вдали видны тоже такого типа мускарики, которые осенью отрастают. Ну и вообще здесь вот тюльпаны, которые я не выкапывала. Получается второй год. Но они как-то не очень хорошо выглядят. По-хорошему надо бы выкопать. Вот там я вижу еще иридодиктиум прорастает. Вот. Нет, это лук. Это не иридодиктиум. Это лук многолетний здесь прорастает. В общем, как я и хотела. Сделала кишмиш на этой клумбе из луковичных. Такой, что теперь сама не могу разобраться. Но главное, что красиво. Главное, что красота. Еще немножечко. И станет просто фантастично красиво. Тюльпаны здесь отлично себя чувствуют. Растут. Никто на них не покушается. Здесь лук многолетний. Тоже разросся. По одной луковичке я сажала. А вот как все разрослось. Как много уже я вижу клювиков. И уже другой вид крокуса. Крокус хризантус. Это мелкий, желтенький. И внешние лепестки у него полосатеньким покрашены. Кроричневые полосочки. Он такой маленький, что не хочет камера фокусироваться на нем. И здесь снова крокусы. Как я и мечтала. Мне кажется, что я положила на них камень. Сейчас проверять будем. Такое ощущение, что они там под камнем должны были расти точно. Осенью уже не знаешь, где что растет. Совершенно. Они быстро отмирают. И я не запоминаю места потом точно. И вот такая получается ситуация. Не красавчики ли? Не великолепные ли цветочки? И еще этот крокус очень быстро размножается. Единственное, что вот я не успеваю, к сожалению, вовремя все это рассаживать. Иначе бы уже было гораздо, гораздо больше тут красоты. И с этой стороны тоже остатки крокуса. Помните, здесь росла такая большая куртинка, которую вот как раз я и рассадила уже по всему участку. Оставила тут немножко. Плюс самосев активно подрастает. Так что это место по-прежнему за крокусом остается. Зашли массово тюльпаны. И между тюльпанами весенник цветет. Не так он быстро размножается, как мне хотелось бы. Но все-таки хотя бы не погибает. Вот такая вот красота. Вот так. Он уже отцветает. Я уже его показывала, по-моему, в феврале. Ну сколько ему можно цвести, этому малютке. Он уже заканчивает свой путь. Но зато я вижу, что здесь есть его самосев. Вот листочек. Вот там листочек. То есть те растения, которые еще не готовы цвести, они формируют только один такой листочек. Вот. Вот совсем малюточка, видимо, прошлогодний. Насеялся здесь. Здесь и тюльпанчиков. Много-много тюльпанчиков. Начинают просыпаться и гиацинты. Сейчас активно они продаются в магазинах. Почти в той же самой стадии, в которой они у меня растут в саду. И здесь вот тоже эти гиацинтики. И тюльпаны, которые я не выкапывала. Довольно сильно просыпаются пионы. Тоже в Калиновке не так сильно они отросли. Меня это очень удивляет, потому что я всегда думала, что в Калиновке гораздо теплее, чем у меня. Здесь тоже гиацинты просыпаются, но по ним хорошо видно, что я их не выкапывала в прошлом году. И они измельчали, заметно измельчали. Но зато их стало больше. Выросли детки. Из одной луковицы получается по 4-5 штучек. После цветения нужно будет их выкопать, подержать лето в тепле дома. И высадить потом в большем количестве. На следующий год будет уже гораздо пустнее и красивее их цветение. И кроме крокусов и подснежников, еще, конечно же, сейчас очень красиво выглядит ирис сетчатый, иридодиктиум. Смотрите, какие цвета. Фиолетовый у меня сорт. Какой красивый, яркий. И если он разрастает с большими куртинками, то у некоторых дачников я наблюдала такие, то это смотрится очень-очень-очень красиво. Просто замечательно, ярко. Тоже долго цветет, потому что прохлада сейчас стоит. И еще он бывает красивого голубого цвета, синего цвета. В общем, нескучное растение с потрясающим цветочком. Удивительная форма. Красота, да и только. Смотрите, желтые полосочки на фоллах. Супер. А в ванне крокусы, на удивление, еще у меня не цветут. Хотя бутончики есть. Надеюсь, что у них все получится. Хотя необычный способ выращивания. И, возможно, что-то им не понравилось. Здесь у меня примула. Будет красиво очень цвести. И еще голландские ирисы или иридодиктиум. Я уж совершенно не помню. На этом я видео свое заканчиваю. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Не забудьте поставить пальчик вверх. И подписаться на канал Аленин сад. Потому что впереди нас ждет очень-очень много интересного. И, конечно же, очень ждем цветения тюльпанов. Желаю вам всего самого наилучшего. И до новых встреч на канале. Вот какой костер большой мы с Дианой сегодня сжигаем. Провожаем зиму 9 марта и встречаем весну. Да? Да. Вот и сухая. Сейчас цвета мгновенно сгорит. Там всякая сухая трава. Только в центре там шурбачок лежит. Уху! Какой! Рядом у нас строений нет. По ветру тоже никаких нет строений, которые мы можем сжечь. Еще и это Ива задерживает все искры. Не дает им дальше лететь. Вот так. А, я глаза защищаю. Глаза защищаешь, правильно. Все, надо защищать. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, чтобы тебе не прилетела никакая искра. Так. Так. Так.